Добрый день, дорогие читатели! Сегодня мы с вами обратимся к творчеству знаменитого художника Бориса Михайловича Кустодиева, а именно к его замечательным полотнам, посвященным зиме. Картины Кустодиева отличаются от других мастеров, живших на рубеже 19-20 веков своей яркостью и оптимизмом. Русский и советский художник Борис Михайлович Кустодиев родился в Астрахани. С 1909 года стал академиком живописи Императорской академии художеств, с 1923 – членом Ассоциации художников революционной России. Кустодиев был не только портретистом, но и пейзажистом, театральным художником и декоратором. Также он иллюстрировал и оформлял книги. Среди знаменитых его картин – «Купчиха за чаем» и портрет Федора Ивановича Шаляпина. Природа, народ и традиции России всегда служили вдохновением для художника. Кустодиев восторгался суровыми снежными зимами и праздничными обрядами простого люда. На своих многочисленных полотнах, посвященных этой волшебной паре года, а также масленице и другим народным гуляниям, мастер всегда показывал головокружительный вихрь эмоций, в которые были вовлечены все его персонажи. Кустодиев не писал чистые пейзажи, его картины всегда были сюжетными, с огромным количеством действующих лиц. В качестве самого яркого элемента, создающего впечатление динамичного движения, художник зачастую использовал неудержимом чащуюся тройку – символ русской самобытности. Для многих до сих пор остается загадкой, как Борис Кустодиев, прикованный к инвалидному креслу, испытывающий сильные боли и страдания, в 1909 году у художника обнаружили признаки опухоли позвоночника, смог создать такие радостные и светлые полотна, среди которых «Зима», «Лыжники», «Морозный день» и серия картин, посвященных масленице. Особого внимания заслуживает картина «Зима» 1916 года. На полотне царит снежная атмосфера. Повсюду возвышаются белые сугробы, ветви деревьев склонились под тяжестью снежной массы, а крыши домов и церквей будто укрыло пушистым покрывалом. Небесный склон пестрит разнообразными, приятными глазу цветами – от бело-желтого до нежно-розового и фиолетового. Зиму принято изображать молчаливой и спокойной, но кустодия всегда добавлял энергии. Следы на сугробах, убегающие куда-то вдаль, распростертые на небе очертания птиц и, конечно же, полные жизни люди. Можно заметить огромное разнообразие цветов на картине – расписные повозки, женщины в ярких платках, кони в теплой приметной попоне. Все пребывает в веселом движении, люди торопятся на праздник, а природа тем временем живет по своим неписанным законам. Во многом похоже на произведение «Зима» картина «Масленица» 1916 года. Та же местность, те же яркие цвета и тот же ямщик в центре. Весь пейзаж – плод воображения художника. На картине соединились панорамное пространство и ювелирно выписанные детали. Изображение воспринимается одновременно и как реальная сцена, увиденная наяву, и как роспись лаковой шкатулки. Сам пейзаж динамичен и в то же время неподвижен. Движение саней противопоставлено замерзшей природе и древним стенам храмов. Кустодиеву одинаково дороги купола церквей и шатры каруселей, ведь они олицетворяют стихии народной жизни. Энергия и радость бытия словно торопятся расколдовать зимнее царство. И все же праздничное ликование неотделимо от невольного ощущения призрачности этого мира, уходящего в прошлое. Масленица в настоящее время хранится в Государственном русском музее, куда поступила в 1923 году из Академии художеств. Другой вариант картины находится в частной коллекции. Еще одно полотно, относящееся к серии Масленица, называется «Балаганы». Повсюду лежат сугробы, но собравшимся людям совсем не холодно, ведь ярмарка в самом разгаре. Заснеженные вершины деревьев не могут скрыть яркость плакатов и вывесок, предлагающих отдыхающим разнообразные развлечения. Пестрая толпа готова приступить к поеданию блинов, распитию медовухи и наблюдению за действием, которое происходит под навесом уличного театра. Внимательно вглядевшись в картину, можно заметить главных героев масленичных гуляний – скоморохов, петрушку и чертей. Народ менее богатый прибыл на ярмарку на своих двоих, барышни и господа при средствах в нарядных санях, запряженных лошадями. При написании картины использованы яркие и сочные краски, позволяющие в полной мере передать веселье, охватившее толпу. Кустодиев написал «Балаганы» в 1917 году, не с натуры, а по воспоминаниям. В феврале этого года в Москве, Петербурге и других городах страны гремели пушки и полыхали пожары. Масленицу практически нигде не отмечали, но красота, созданная художником картины, напоминала людям о том, что жизнь продолжается и не все еще в ней потеряна. Отличается от предыдущих произведений картина «Морозный день» 1913 года. Провинциальный городок завален снегом. По улице несутся сани, в которых сидят молодые барышни. Лошади управляет довольно грузный извозчик, а дворник монотонно взмахивает метлой. Небольшие домики напоминают игрушечные. Солнечные лучи окрашивают снежный покров и клубы дыма в розоватый оттенок. Борис Кустодиев своей красочной палитрой превратил рядовую сцену в праздник. Под его кистью обычный зимний день приобрел бодрость и яркость. Зритель чувствует дыхание зимы и жжение озорного мороза. Именно таков уклад русского быта, который автор изобразил с невероятным мастерством. Большинство произведений Кустодиева написано по памяти или по воображению. Но была в жизни Бориса Михайловича живописная работа, которую он создал на слух. В 1919 году мастер написал картину «Лыжники», на которой изобразил то, чего на самом деле не видел, так как к тому времени уже с трудом передвигался и на улице почти не бывал. Главной вдохновительницей и глазами художника стала его дочь Ирина. Как-то она ездила на лыжную прогулку со своими друзьями за город. Вернулась очень радостная, раскрасневшаяся, и стала вдохновенно рассказывать отцу о том, какую неописуемую красоту ей довелось увидеть. Как они с друзьями катались с гор, каким чудесным было морозное небо, какие невероятные открывались просторы, как в клубах дыма и пара мчался по заснеженной дали паровоз. Кустодиев, буквально заразившись рассказом дочери, тут же взялся за кисть и написал удивительную картину. Причем написал ее исключительно от незабываемых впечатлений Ирины. Созданное произведение получилось очень реалистичным и впечатляющим, совершенно не похожим на другие зимние работы мастера, где царило веселое гуляние и кипела яркая жизнь народа среди городских улиц, заметенных снежными сугробами. Зимние картины Бориса Кустодиева дарят зрителям ощущение счастья и света. Борис Кустодиев говорил, «Я иногда удивляюсь своей где-то внутри лежащей, несмотря ни на что, радости жизни. Просто вот рад тому, что живу, вижу голубое небо». На долю Кустодиева выпала тяжелая эпоха революции и гражданской войны. Он не мог ходить последние 10 лет своей жизни. Но именно в таких тяжелейших условиях, в своей холодной ленинградской квартире, художник творил потрясающие живописные шедевры, вошедшие в Золотой фонд мирового искусства. «Не знаю, удалось ли мне сделать и выразить в моих вещах то, что я хотел. Любовь к жизни, радость и бодрость, любовь к своему русскому. Это было всегда единственным сюжетом моих картин», – размышлял Борис Кустодиев. «И мы смело можем утверждать, что удалось». На этом наш рассказ подошел к концу. Спасибо большое за внимание и до новых встреч!